Соседей у нас нету, да, у нас все соседи уехали, даже те, кто были, те люди, кто вообще здесь не жил, они получили жилье. У кого-то такая же членская книжка. С детьми мы остались одни здесь. Здесь, наверное, больше, чем на 2 километра здесь детей, людей нету. Вот осталось там в одном обществе один пенсионер, и все, но он 25 лет же здесь живет, тоже ему отказывают. А вот в соседнем обществе здесь, я даже не знаю, здесь, кажется, никого один сторож остался, и все. Проживаем на этой даче с 21 года постоянно. Так я дачу купила в 11 году для постоянного местожительства, потом вышла замуж, родила еще двоих детей. Так у меня двое старших, и вот еще двое маленьких. Скитаться по квартирам тяжело было, построились, планировали также жить, планы были свои. Весной этого года природа нам стихия преподнесла подарок, все наши планы пошли на перекос. Вода стояла, вот видно, вот так вот, вот эта вода стояла здесь, даже видать, все. Дома мебель, все, вся мебель, что я ушла у нас под воду, не осталось ни кровати, ни дивана. Спасли только один кухонный гарнитур, вот сейчас спустили, и низ начал отсыривать. Вещи хранить негде, потому что нет ни шкафов, ничего. Покупать сюда мебель, она также начинает покрываться плесенью вся. Пол тянет с сыростью, вот утеплитель сняли, повесь, мы его не можем поставить обратно. Из-за того, что влага, и начинает вонять плесенью. В доме, в этих комнатах, в этой пристройке у нас, получается, деревянные полы, вообще не просыхают. Печка в полуразрушенном состоянии. После наводнения, вот мы объявили эвакуацию, мы съехали отсюда 2 апреля. Три месяца мы скитались там, в городе, то у родственников, то у друзей. Кто где приютит, снимать возможности не было, то, что супруг работает один. 2 июня мы после, вода как сошла, пришли сюда первый раз с детьми, пешком, под дощечком проходили, где были промоины, рисковали с детьми. Два месяца с лишним мы жили у председателя на втором этаже. Первый раз комиссия у нас была где-то 13 или 14 июня, первая комиссия пришла. Парень, который был у нас, он писал при мне. Я сама лично видела, что пишет зимний вариант дома, дом под снос, то, что ремонту не подлежит. В итоге мне выдают акт техобследования, заключения. Нам, получается, там пишут, у нас летний вариант дома подлежит ремонту. Ну, как можно написать летний вариант дома, если мы здесь 4 года, мы круглогодично здесь проживали. Мы же не могли зимой прожить в летнем доме. У нас паровое отопление есть, трубы все стоят. Они нам пишут летний дом. В июне мне первый отказ пришел. Благодаря адвокату мы добились второго технического обследования. Техническое обследование второе у нас прошло 12 ноября этого года. Второе техобследование написали, что у нас дом не подлежит ремонту. Дом подлежит сносу. Ну, опять наши документы лежат просто мертвым грузом в ЖКХ на окошке. Но ждать, как вот видно по погоде, уже нету сил ждать. Дети часто болеют. Мы три недели, мы не пропустили школу, потому что не было дороги. Машина была сломана. Был школьный автобус, да. Но в этом году, в сентябре месяце, нам Горано в школу прислало официальный отказ, что подвоза детей не будет. Младшая дочка у нас в детский сад ходит, а вот старшенька, она ходит в первый класс в этом году пошла. Но так как мы вот уже три недели не ходили в школу, она очень начала отставать. Пока вот здесь вот сейчас еще летники некоторые приезжают, вот если наша машина на ремонте, вот три недели на ремонте была, мы добирались, договаривались там на попутках. Но опять же, мы едем рано утром туда. Мы целый день, потом полдня скитаемся по городу, чтобы дождаться вечером, пока человек будет ехать назад. У нас нет времени даже, чтобы ребенок сделал уроки, пописал, почитал. Какой помощи вы сейчас ждете от вас? Конечно, хочется, чтобы уже решили наш вопрос. Дальше, Леон. Субтитры сделал DimaTorzok